только тут знаешь надо это у тебя с тайным экран с тайной подачей ну потому что надо вот так мы постоянно шевелить головой чтобы увидеть себя так значит ты просто уже привыкла очень большого размера голова это залог огромного ума знаете друзья я вышла через лизин вайфай через лизин телефон точнее сейчас полчаса я входила потому что у меня двойная аутентификация зачем лицемерить и идти к марго ты же ее проститутка считаешь дубайской биржей труда да конечно но слушайте но я много чего я и марго нам говорила и лизам ударила даже марго я помню я тоже лизе говорила плохие слова и она мне говорила плохие слова да вот лиза мне сейчас дурой назвала вот это вообще что что за отношение к человеку ну ладно переключим тему нет по поводу этого могу сказать что я бы все время волну что у меня полотенце принц валится это будет action как говорил наш фотограф дубай ой не дубая в таиланде я просто хочу сказать по этому поводу у нас были конфликтные ситуации но это было на проекте все то что остается на проекте остается на проекте и сейчас мы в нормальном общении не могу сказать что мы подружки не могу сказать что мы товарищи ему просто общаемся марго действительно старается я вижу как она хочет стать звездой и она идет к этому почему бы человека не поддержать в этом направлении например мне это не интересно там петь танцевать и тому подобное а марго это хочет поэтому я ее поддерживаю и тем более когда люди стараются это огромный плюс и респект это тоже нужно уметь кстати ваша дружба до поры до времени и вы очень разные не могу понять что у вас общего если сейчас речь идет о лизе то вообще в принципе дружба у многих людей до поры до времени пока у людей есть общие схожие интересы только время может определить сколько по времени мы будем общаться до возможно сегодня мы общаемся возможно завтра на улице другую страну и больше никогда не вернется в россию также и что касается меня пока общаемся мы счастливы друг с другом что еще могу сказать никто не ставит установки а будем ли мы дружить всю жизнь в один день до так что вот это вот какие-то установки ставить не рекомендую вам не советую точнее и сама их никогда не ставлю как бы так и будет и губы очень дам бы письма писать и отправлять голубям их и губы очень красиво не обращаю внимание на типичную зависть только глупые люди пишут гадости эффектным шикарным девушкам очень приятно правда спасибо что остались еще люди в живых которые мне говорят приятные слова потому что почему-то последнее время я всех раздражаю даже не знаешь чем это связано ты реально красиво и необычно очень желаю тебе много счастья не надо читать гнилых людей которые пишут коменты говнистые вот знаете как бывает мы не хотим читать говнистые комменты потому что ну это происходит вообще спонтанно мы открываем коменты для того что для того чтобы ответить добрым людям и в поток попадают также отрицательные комментарии да и получается что ты начинаешь злиться и начинаешь автоматически отвечать и потому что несправедливость она всегда раздражает даже кривые зубы можно изуродовать карандашом крася их за пределы носа криво да у меня кривые зубы но причем здесь карандаши как я их им изуродовала не понимаю всем доброго вечера спасибочки раздаешь а потому что ты красива и умна мэри ты очень красивая не слушай глупых людей мы всегда с тобой очень-очень приятно лизу покажи сейчас лиза выйдет свой прямой эфир мы поругались временно на минуту мы не можем общаться поэтому я вышла в эфир мне нужна поддержка нет будет круто надо надо как называется карандаш сегодня мы купили в магазине для лук себе новые усы серого цвета и вот я накрасила есть просто разные люди выбирать лизу выбрать лизу лёшу между например марина и капа ясен пень марина капа лучше они тактичны это доказывать потому что у них больше позитива вообще это о чем сейчас речь была если выбирать лизу и лёшу я вам так скажу если вы имеете ввиду общение то конечно я выбрала бы в любом случае лизу и лёшу потому что по темпераменту эти люди мне подходят больше интересы наши интересы наши тоже смотрели очень хорошие ли я не люблю они просто и более спокойные и все поэтому у нас были в комментариях миля а у них сожалению вообще никита привет никита я пишу привет принцесска шикарно как ты относишься к мату а я к отношусь очень положительно то есть я люблю материться я честно скажу я не люблю это часть моей речи и избавляться от этого я не собираюсь ничего не считаю вообще не вижу ничего плохого в мате я не пытаюсь сегодня смотрела твои фотокоменты просто офигела от людей такие злые все этой красоткой без косметики с косметикой да большое спасибо какие ваши интересы кривляться полуголыми ребят вот эти все наши видео где мы танцуем у зеркала это прикол это приколы распринимать как раз если марина как станцевала вы бы и гадости не писали мы одеты вообще-то черный водолазка под горло штаны обувь полностью закрыты и вы напишите мы проститутки комментарии от купальника ничем не отличаются поэтому если вы танцевала тоже марина вы купали бы тоже ничего не написали потому что есть люди которые просто вы так относитесь к нам негативно и все это говорит только об этом получается мы в одежде проститутки без одежды проститутки но когда определитесь уже голые мы танцуем или в кофте блять под горло и штанах полностью закрыты считаю паранже но мы все равно для вас негатив просто мы вас воздражаем тем что мы слишком охуенные да вот как бы это это выглядит так поэтому то что вы нам пишете нам не интересно мы не разговариваем о людях которые извините мышки и так далее ой друзья так что на нашей странице пишут тебе это между прочим вот вот это инночка 3776 которая не может угомониться пишет что вы торгуете собой пытаетесь себя продать подороже ты наверное не в себя ты наверное не в себе потому что лиза замужняя женщина девушка как бы она вышла замуж и действительно мечтать чтобы вы мечтаете чтобы вам кто-нибудь хотя бы за бутылку пиво ну как бы вас пригласил куда-нибудь почпок отца а что а что касается меня никогда я не была замечена в торговле своего тела никогда я не была замечена ладно я даже честно не хочу говорить на эту тему меня это уже достала вот тема проституции это грязь я не знаю вы просто сидите в каких-то там своих нет это какой это не их уровень они потому что вообще сидят наслушались может в жопинске реально наслушались типа словечек эскорт наслушались словечек проституция и тому подобное и хотят быть в теме хотят быть частью этой московской жизни от которой если честно меня уже тошнит вот я могу сказать честно не знаю мне подошла нет мне нравится я хочу сказать вот что если честно меня подбешивает москва потому что я вас понимаю я вас понимаю вы смотрите на нас вы не знаете нас как людей в москве действительно очень много проституток в москве очень много эскортниц которые действительно работают этим зарабатывают и вы пытаетесь всех под одну гребенку засунуть вот я хорошие краски девочки да да но я могу сказать что мы к этим людям не относимся это последнее что я скажу на эту тему потому что если честно меня это тема немножечко подбешивает сегодня мужчина украл виски с магазина его заметили он выбежал и разбил бутылку об асфальт спасибо за историю так спасибо всем кто дарит мне комплименты по поводу по поводу духов я выложила пост в котором вы меня благополучно засрали с молекулой можете зайти посмотреть этот аромат мне очень нравится вот прикольно это зеленое фигня да можно было даже поставить ее было бы еще лучше да да эта фигня очень классная называется консилер прикольная а желтая для чего мэри желтая это тоже консилер но если у тебя нет мешков под глаза зеленого зеленых ну поняла чего под глазами не мешков а этих синяков у нас есть да очень сильные я их уже продемонстрировала с утра и получила 200 комментариев какая страшная вы шикарные девчонки сегодня вы будете сиять от отдыха а эти людишки которые пишут гадкие коменты будут сидеть и строчить гадкие коменты другим интересным личностям вы абсолютно правы мы с вами согласны если не против пожалуйста может желание пообщаться ну давай заплати мне денег конечно пообщаемся не слушай слабых глупых какая красивая обожаю тебя спасибо большое спасибо сейчас буду одеваться уже скоро скажи пожалуйста у тебя волосы крашены или нет да я красила свои волосы я их осветляла но 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 сейчас мне уже в моем цвете можно сказать спасибо спасибо иночка ты все не можешь угомониться ты просишь найти нас нормальную работу вопрос для чего для чего и что в твоем понимании нормальная работа что в твоем понимании нормальная работа я вообще не работаю как бы и не собираюсь и не работала один один месяц работала в ооо 4 комнаты и все я не работаю понимаете мне это неинтересно когда мне за жопу приспичит прихватит я пойду работать но сейчас мне это не нужно все чего вы докопались до меня с этой работой мне 23 года я красивая девушка зачем мне сидеть в офисе я не знаю напрягаться я не знаю работать с утра до вечера чего докопались до меня с этой работой все не работает она сказала сказала без стрелок тебе лучше так думаю это у меня мягкие черные тени от the ball я нанесла их скошенной кисточкой делаю так в первый раз мне кажется очень прикольно то есть я не использовала я не использовала жидкие жидкую подводку и подводку маркером ой сразу сидите в жопе ничего не делаем и знанием никакие люди Димки мы все одинаковые на что вы живете миллионы у тебя машина своя снимаете хату ни машины ничего еще тут гнете нам что мы вам гнем что вот как раз таки если бы я занималась проституцией у меня уже была бы квартира и машина действительно да радуетесь тому чего есть а все дело наживное мы молодые девушки вы видите сколько сейчас стоит купить квартиру минимум 4 миллиона я с миллиардерами не этого чтобы покупать себе такие апартаменты дорогостоящие так что можете меня пожалеть сейчас я скину в сторис номер карты будем копить все вместе мне на квартиру по поводу работы кому надо тут пусть идет и работает действительно я не лентяйничаю я не сижу дома я занимаюсь спортом я провожу интересно досуг когда надо я подрабатываю все прекрасно знают я продвигаю рекламу в инстаграм я езжу в салоны рекламирую делюсь с вами какими-то бьюти новинками это ни для кого не секрет ну я не могу назвать что это работа я не знаю я там пашу и устаю как-то нет я это делаю в свое удовольствие тогда когда этого захочу я все хорошо не против я хотела с тобой пообщаться и ты очень красивая спасибо большое крутая прошу мантра да успокойтесь путь живет как хочет это наоборот хорошо что у мэрии есть деньги при том что она не сидит с утра до я вообще вы знаете честно говоря я вам так скажу да ну я не могу сказать что у меня там ладно я не в то русло пошла я хотела сказать вот что я хотела вот что сказать если честно если честно мне не то чтобы жаль нет я абсолютно никого не жалею я немножечко сочувствую тем людям я просто хочу корректно выразиться привет андрей ты собираешься на день рождения к нашему другу в общем я немножко сочувствую людям которые тратят свою жизнь с десяти до шести вечера в офисе потому что жизнь настолько разнообразна и яркая и они не высыпаются что самое интересное особенно женщины я считаю что это точно не женская работа если конечно же она вам не приносит удовольствия андрей я немножечко потеряла суть с тобой нашего общения что ты что-то пишешь рак то что где гле не могу не могу сейчас уловить цепь нашего общения не будь безжалостной оденься ой подождите 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 мне кто-то звонит кто это мне звонит алло кто вот это кто зачем мне звонить мужчина для чего самое интересное познакомиться никаких знакомств не будет ой господи сколько стоит час или ночь ну друзья правда не хочу не хочу обсуждать такие грязные темы мне абсолютно неинтересна эта специальность профессия никого не осуждаю но пожалуйста давайте без меня а где бы вы работали если не медийность дом 2 и не было бы рекламы у меня была работа до проекта это работа в детском саду а я вообще не работала вот я получала огромное удовольствие от общения с детьми и при этом мне платили копейки но все было у меня в порядке а я не работала а я охуя какие люди сейчас тупы сколько ты раз качала губы губы я качала 3 раза у меня в губах полтора миллилитра гиалуроночки приветики всем приветики мы на племен этот лучше листиция да а чё ты тебя сначала надо чёрным подвести глаза подвергом сверху так сейчас подождите френды я клею ресницы на бане зелёным я что-то волнуюсь что такая ответственность для меня дай глина дожди я сначала померу я что-то не могу это надо долго сидеть их надо чуть-чуть подрезать нет не нравится ну давай я мэри я поэтому видишь там все вытащила на убери я буду сейчас руки помыть руки руки а их помыть надо прям на это надо это надо это платочка на двери и двери там надо это надо это это нормально у меня тут не так я тоже не могу а выбираю я я выбираю на на тоненькую кисточку на тоненькую кисточку ужас все ужасные на еще клея возьми не нравится только на виде кого на клея клея еще до такие люди законом спрессируйте так держи подождать 20 секунд так все поехали я волнуюсь вот я себе у меня прийти кончит кончита только женятся ну да правильно нормально тихо тихо не раскладывай не моргай и не дыши вот сюда посмотри подрегулируй там чтоб ты сама почувствуешь как тебе их направить и так ну жалко что конечно вышли 200 человек не дождались пока я клею ресницы лизе вы не представляете как это красиво смотрится уже но это же мыть можно это же это круто давай садимся второе можно ну аккуратненько я думаю что да зачем их мыть тоже покрасить я хочу сейчас приклею вторую ресничку смотрите на мой глаз кончита пока вы смотрите какой красивый глаз это очень красиво короче ладно знаете что я просто уже выхожу из эфира потому что потому что я зайду потом да я показала вам свой мейк вот смотрите какой красивый потом сделаю видео урок как сделать такой макияж все а так что что у меня с прической сметки мешки под глазами я хочу зеленый тушь на клей момент да вот александрова молодец трендов и лидия кулешова по моему самые крутые из всех кто был на проекте это правда это вообще сто процентов это правда это факт почему нас все осуждать я не знаю почему нас всех осуждают всем привет всем привет какой цвет волос у тебя вот какой то такое даже не знаю блин как круто смотрится эта тема не выходи спасибо большое за понимание приветик из Самары приветики глаза мне тяжело у меня ощущается ощущается тяжесть от цельных вот мне тяжеловато ходить с наклеенными ресницами ну можно потерпеть очень красивые ну они такие вот дай вы так мне смотреть вы сниму подожди блин как офигенно вы видите вот этот вот это я прям чувствую его ну придется потерпеть я тоже всегда чувствую да я обычно не чувствую просто их надо было чуть-чуть подрезать нет ты что они так классные ты самая лучшая большое спасибо красивый мейкап как и сама спасибо большое спасибо нам через час выезжать нижний новгород больше привет училась я на рекламного агента как мне лучше волос когда они вот так назад или когда они распахнуты ты просто супер большое спасибо я не могу так где ресницы такие купить ну я думаю в магазинах которые направлены на эту сферу профессиональных да в ревгош нет да таких ресниц нет питер большой привет натуральная ноль ты сейчас в красногорске нет я в мутищах сейчас я вообще в красногорске никогда не была лоб трамплина лоб у меня и правда очень большой приветики приветики что молчишь ты что меня не слышишь мне не говоришь распахни волосы так вот я сейчас сейчас что главное что полотенце не распахнулась это знаю я вас скриншоты эти блин конечно я не сильно бы расстроилась но все равно было бы не прикольно сейчас ну ты подвинь чуть-чуть его туда вот распахнуты а что подумала подбородок делать ну я думаю да подбородок конечно мне надо сделать так что у меня прямо этот и сейчас короче клею вторую ресничку только не так близко по-брански слушай ну я и так приволновалась знаешь как старалась ну хорошо но просто мне надо приклеить я не могу так не смогу ходить совсем не приятно это не проблема некомфортно моя ресница охеренно я таких вообще не видела никогда красивая ну что как лучше с распахнутыми или когда они у меня сзади сколько лет тебе мне 23 года челку не хочешь но у меня есть такая небольшая по бокам челочка ужасные губы неужели вам нравятся ой да мне очень нравится могу я прям кайфую да мы собираемся к марго на концерт кириллу булыгину передай привет большой привет кирилл булыгин я тебе в руки давала и вот она она лежит вот она все ты готова да у тебя отличная внешность большое спасибо выглядишь на 35 согласна есть вот доля правды так Иночка до сих пор Иночка от начала до конца в моем эфире такое ощущение как будто у него уведомление на меня стоит если он пишет мнение какое вам не нравится вы сразу в штыки да потому что нехуй писать свое вонючее никому не нужное тупорылое говномнение идиотка мое мнение что ты чушка просто это мое мнение понимаешь просто ты говно в проруби вот это мое мнение я заявляю что Иночка Иночка считает это мое мнение у Иночки мнение что я какая то парасоте Иночка считает это очень плохо она даже углы не прокрасила она должна сама это делать подожди на вот эти вытры вытры Иночка нашлась в штыки воспринимаешь я сейчас посмотрю как я тебя в пост выкинула Иночка и напишу какое ты говно что я видела где клей да да я сейчас я не знаю подстрою у кого-нибудь типа это ты Иночка и напишу что это мое мнение и я посмотрю как ты не будешь воспринимать это в штыки вообще как ты будешь кайфовать и говорить а ну ладно это же их мнение я разошлась но я реально я уже злая меня это уже бесит я создавала свой аккаунт для того чтобы меня обсирали ну серьезно представляете каждый вот кто сидит и пишет гадости и кто не гадости а если бы мы писали к вам заходили бы и писали ты тварь конченая мне пишут что бы меня вырезали яичники если мы популярны если мы какую то нишу занимаем в социальной сети инстаграм если у нас больше подписчиков чем у кого-либо это не значит что можно заходить на мою страницу в городе обсирать ну меня уже бесит это реально я не для этого выкладываю фотки я не хочу читать эти встроенные ваши тупые комментарии ну говори про кашель мне не нравится нет наоборот дождать пока он запустеет ну какие красивые ресницы я просто в шоке надо писать эту фирму я такие красивые ресницы очень никогда не выберу так are you ready? я с вами я с вами вот сюда вот смотри так нормально? да так не черта глазом так 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 реальная пофе так даже без щипчика подними чуть чуть глаз на меня так и все иди ставь ее вот так прижимай как тебе да ты хорошо надела я не чувствую ну ты то сними почисть от клея я тебе прибавлю так да я реагирую потому что пишут ерунду и если вы считаете что если я была на телепроекте когда-то сто лет назад я уже давно не участница и у меня давно другая жизнь если я веду свою страничку в инстаграме и у меня там смотрят мои прямые эфиры я это делаю для того чтобы делиться с людьми каким-то своим опытом в плане макияжа а? говорю выдержала в плане макияжа и тому подобное но я не готова читать негатив я не готова каждый день слушать о том что я какого-то не такого поведения я это выкладываю потому что это мой аккаунт я это выкладываю потому что это моя жизнь я это выкладываю потому что я хочу я не захожу на ваши страницы где вы со своими детьми и друзьями одноклассниками и не пишу ой что-то так стремно оделась вы не спрашивали у меня свое мнение и я не спрашиваю у вас да идем на концерт в блок негатив ну каждый раз знаете тоже в блок я всех помню столько в блоке людей я не могу просто каждый раз сидеть вот это в блок в блок в блок в блок в блок в блок я не читала комментарии это ужас с косметикой да я разнервничаю а как я у меня сердце болело у Лизы сердце болело она не спала до 6 утра аминочка большой тебе привет да кто еще идет на концерт в облако в кальян если что увидимся там со всеми я нервная я реально как шизофреничка уже вот это вот не шутка меня этот инстаграм доведет мэри умничка ты супер большое спасибо лучшие губы отличные лоб шикарный миниатюрная из юмора мэри а если это твой бизнес и офис тоже плохо нет это шикарно почему если вам ваша работа приносит удовольствие или огромный хороший заработок на которой вы живете кушаете путешествуете конечно нужно работать а не думать ой все одна жизнь сейчас я буду кайфовать и не буду да и не буду работать и при этом сдохну с голода зато я кайфую гуляю целыми днями по парку нет конечно это не жизнь конечно нет приезжай к нам в Нальчик говорят что у вас в Нальчике хорошие женихи мне кто-то говорил езжай в Нальчике замуж выйдешь но мне это уже не интересно экзотическая внешность да это правда мэри ты клевая спасибо большое спасибо большое что придала привет спасибо вам что вы меня смотрите и с добром относитесь ко мне какой ответ такой примет да приезжай к нам в Питер ой в Питер очень хочу а это чей телефон выбирает твой? это вообще что мигало я не знала что это а лампочка хочешь меня вообще ты о чем ты серьезно зубы красивые нет зубы у меня кривые зубы форма зубов у меня да у меня действительно симпатичная если бы они еще были прямые это вообще была бы бомба бомба моя моя бомба моя моя сейчас будем что? тоже попало прям в глаз щипит что делать? вот эти вот придурки которые там не знаю не русские покажи сесть и скрывать прямые эфиры вообще идиоты меня бесят мужики у которых не до трахания потом снасилуют женщин потому что они больные на голову Джонни из Парижа большой тебе привет Джонни АСД да не реагируй на негатив и не читай вы знаете свой уровень эффектной девушки вот честно я поняла о чем вы говорите я тоже с удовольствием бы не читала эти комментарии но когда на протяжении года они попытаются тебе на глаза я же хочу ответить добрым людям это уже просто нервная система я нервная стала честно очень сильно очень ну я нервная стала ждем лизу в эфире обязательно сейчас все переходите к лизе в эфир я сейчас завершаю его ой какая красивая а лиза зайдет ты лиза теперь чайчиц лиза теперь трендов и леди чайчиц все сюда за герман тв господи угомони свой пыл я тебя тоже блокирую короче все я сейчас всех буду блокировать у меня даже не видишь шарп 948 ты кто и кто макияж делает макияж супер макияж я сделала себе самостоятельно привет привет так 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 я тоже бомба спасибо что маргош поддерживаете девчонки ну слушайте я готова поддерживать поддерживать тех людей которые действительно идут к своей цели и стараются привет любовь моя Станислава Ковлев Станислава Ковлев приветики когда на вопросы будешь отвечать я отвечаю практически на каждый вопрос какой самый лучший тональный крем такого не существует а что марго больная чего ее поддерживать в каком-то плане мы все нездоровы жду завтра эфир с ответами на вопросы передай привет медиа большой тебе привет зеленоград также большой привет instagram доведет себя до больнички из этих дикарей согласно самая картина до 2 люди психи а я скажу так люди в реальной жизни еще ты училась на визажиста нет я просто талантливая талантливый человек талантлив во всем единственное что я не умею не умею петь во всем остальном я в принципе хорошо себя проявляю очень красивые глазки спасибо большое ноготочки покажи есть вот не мои ноготочки одного у меня нога ткани то что он под корень разбит здесь значит у меня хвостик а здесь у меня дельфинчик и френчик такой я думаю сейчас всю зиму буду с френчиком ходить любимая фирма белья не я не ношу белье куда-нибудь сейчас поедете да поедем на визажиста я не училась сейчас все неадекватные и зависит вы сейчас уже как бы хороший пошел поток людей потому что видно наорала на всех все успокоились так господи девятнадцать ой господи недотраханные мужики которые не знают куда избавиться от своей спермы просто такие просто фу мужики вообще такие не должны быть просто ужас лады телки там сидят от безделья я не знаю строчат мужей ждут командировки а вы куда вы же мужчины ужас здравствуйте так еще вот я вас как я вообще боюсь мужчин которые пишут там покажи сиси покажи писи потому что я считаю вы потенциальные просто а педофилы насильники вообще маньяки просто мужчины такого не должны писать далее которые звонят на по видеосвязи начинают узнаешь вот это вот чикбрики делать да мне звонят то что вы такие ногти забабах да можно без дельфинчика дельфинчика я так чисто символически нарисовала вы можете его не рисовать или нарисовать не знает то и там не на какую-то приятную ассоциацию для себя какой любимый аромат мне нравится александр джей синие и молекула которую я выложила в публикации не накрашена может какая модель а я не помню я не собираюсь я поддерживаю мужчин которые так пишут это кошмар их ликвидировать на другую планету согласно полностью это опасные для этого у них повышена да какой-то сторон может быть и нехватка секса потом вот получаются изнасилованные девочки убитые женщины понимаете вот из-за таких придурков уродов я их боюсь закупилась чем-нибудь в черной пятницу я не люблю шопинг мне правда я ненавижу шопинг я ненавижу ходить в магазин у меня это нервирует меня это бесит это занимает время и силы если честно я не люблю я люблю заказывать зато я люблю так влад ознив я тебя тоже блокирую скрываю крыма эфира когда краситься будете в эфире и вы знаете вот так меня обсирать что я уже не хочу не накрашена выходить в эфир уже не хочу обнажать душу перед вами перед большинством из вас ты кукла но кукла это не самое плохое что может быть кукла у которой есть мозги я вот так вам скажу выбрала себе наряд на новый год нет 31 10 часов вечера выберу никогда не готовлюсь ну да я в лизином магазине выбрала платье ты охеренная мэри не слышу никого спасибо что ты похорожела влюбилась что-то да я влюблена в полотенце сидишь сама воспридаешь придурков слушайте если человек возбуждается а девушки на том конце света который сидит в полотенце как в платьице то это чисто у них с головой проблема они у меня привет красотка привет как ваш муж пошел на стриптиз с друзьями смотря сколько лет в браке смотря в каком формате он туда пошел еще посмотрит на голые течки и питьки и вернется не знаю кого вообще возбуждает стриптиз для меня тот факт что эта девушка для нее это работа каждые каждую ночь она выполняет вот эти вот повороты изгибы своего тела и в нее уже столько всех было и вся меня в принципе тот факт не возбудит и так же как и мужской стрипс и нормального мужика тоже и мужской стриптиз это вообще самая вот для меня падаль вот честно фу никогда вот это мужской стриптиз никогда я там не была никогда не видела и видеть этого не хочу я это я это ненавижу вот это вот когда наш гаремы снимаются в культура и на может быть не было отчаяния души у меня когда женщина которые просто нравится чувствовать мужики платить за мужиком я тоже привет привет сияй фу второй подбородок у тебя ну вот что есть то есть но я не могу сказать что это фу это в этом вся я у кого-то у кого-то снизу на 2 подбородок у кого-то одна нога у кого-то нос кривой у кого-то глаз косой понимаете кого-то волос плохой у кого-то волос волосы чересчур много я не знаю это я я такая и не знаю в этом ничего страшного короче все ребят я уже устала если честно ли за твоя очередь и все я вас целую обнимаю спасибо что так много наконец-таки людей меня смотрела всем пока